Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Телевизионное утро пятницы на канале «Россия». Давайте вспомним наших самых любимых мультяшных героев. Один из которых говорил, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вот и сегодня, с самого утра, мы тоже отправляемся в гости. А вот кому и куда? Расскажем сразу после прогноза погоды на нашем канале. Давайте узнаем, какой она будет сегодня в пятницу. Туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 4, днем 8-10 градусов тепла. Ну что ж, друзья, этим пятничным утром мы тоже отправляемся в гости. А к кому и куда? Расскажет корреспондент Ольга Савенко. Я нахожусь в Черкесске в ресторане «Август». И сегодня мы будем готовить очень вкусные, настоящие, праздничные осетинские пироги. А помогать ей готовить их будет настоящий мастер своего дела, лучший шеф-повар, знаток осетинской кухни Рита Агузаран. Рита, спасибо, что вы согласились нам помочь. Итак, я вижу на столе обычный стандарт. Чтобы приготовить вкусные, праздничные осетинские пироги, что нам нужно, Рита? Нам надо взять муку, молоко, масло сливочное, масло подсолнечное и, конечно же, соль и дрожжи. А вот скажите, Рита, многие пробуют делать осетинские пироги, в том числе и я пробовала, но у меня как-то не получается, я потом подробнее расскажу, что у меня получилось. А скажите, пожалуйста, главная начинка или тесто? Вот вкусные осетинские пироги, что самое главное? И тесто, чтобы надо было, чтобы было получилось очень такое у нас мягенькое, нежненькое и обязательно должны быть и начинки у нас вкусненькие. В общем, все важно. И зависит от сыра, конечно. От сыра. Да. А мне кажется, все-таки, мне кажется, больше зависит от того, кто это делает, да? Да, надо готовить их с настроением обязательно и с душой, конечно же. И любить это. И любить, да. А вот здесь? Конечно, это самое главное. Любить это. Начинаем. Берем муку. Так. Добавляем соли. Так. Потом дрожжи. Дрожжи быстрорастворимые. Да, это обязательно, чтобы они были быстрорастворимые. А ведь раньше готовили, помните, бабушки наши, дрожжи разбавляют. Да, это да. Да, надо было ждать дожжи. Ну, сейчас там жизнь изменилась. Да. Делаем глубине, нет, кроме небольшой. Добавляем масло сливочное. Растопленное. Растопленное масло сливочное. Молочко. И замешиваем. Чтобы пироги получились у нас нежненькими, мягенькими, надо не забивать, если они в коем случае нельзя его забивать. Рита, а скажите, вот почему так вот, вроде бы и смотришь ты, да, и один раз посмотрел, и мастер-классы в интернете, слава богу, можно этому всему научиться. Человек пробует, делает, а у него все равно не получается. Почему? Как у вас, например. Наверное, это с детства нас вот приучили, вот по нашей традиции, как бы. Мы видим, как наши бабушки готовили, видели, как наши бабушки это все готовили, наши мамы. Это передается нам как бы по наследству, наверное. И, конечно же, любовь. А вы сами из Северной Осетии, да? Да. А девочек вот учат с самого-самого, вот с маленьких, с малых лет этому, да? Да, с самого, да. А скажите, если девушка, вот выросла осетинка, а пироги осетинские готовят не умеет, а уж возьмут? Возьмут, возьмут, да. Но уже с игрой будет учить, да? Конечно, да. Лучше с мамой, да? Да, лучше с мамой научиться. Ну вот, наше тесто практически готово. Оно получилось очень нежным и воздушным. Оставляем его на 30 минут, чтобы оно подошло. Можно готовить наши пироги. Какие начинки будем готовить? Это будет пирог с сыром, это будет пирог с сыром и картошкой, а это пирог будет ботвой и сыром. Это будут праздничные пироги? Да, это будут наши традиционные три пирога. Ну вот, Рита, я вам скажу, что большинство наших мужчин, они правильно скажут, а где же с мясом? А почему без мяса? Ну, как бы и с мяса у нас тоже делается пирог на празднике, но как бы и побычи у нас, ну, это делается без мяса. Три пирога. Три пирога, это вот именно вот эти пироги, с сыром, с картошкой и ботвой. И самый главный, самый праздничный, главный какой? Самый праздничный у нас с сыром. Сыр, да? А сыр какой мы берем? Домашний. Домашний, да. Хорошо. Начинаем работать. Ваша, моя помощь вам нужна? Или вы сами себе? Я сама. Ну, хорошо. Просеиваем муку и начинаем собирать пирог. Самый ответственный момент. Тут нужна особенность на рубка. Теперь полежит немного, а мы тем временем поговорим. Рита, а вы помните свой самый первый пирог, который приготовили? Конечно, помню. И что это было? Это был пирог с картошкой и сыром. Готовила его со своей бабушкой. Училась я в седьмом классе. И что, получился? Получился. Сразу получился. Сразу, да? Ночью, чтобы пчелы не кусали. Их несколько прицепов, несколько машин. Я думаю, сделала я в сетинские пироги. В общем, сделала с картошкой, с ботвой, с мясом. Напекла все, все еще. Взяла сверху, помазала маслом, маслом такую стопочку. Ну, передала. Ну, небольшие такие делала. Передала. И думаю, попробую-ка я одену. Можно, мы лучше бы это не сделаем. Попробовала. Внизу тесто-то нормально, а вот этот перг, который я сказал, я еще и ускалочка чуть-чуть раскатала. Он-то толстый и не пропекся. Думаю, ну все. Привет, мой муж, Ольги Васильевны, больше не будет на телевидении. Так нет. Они, видимо, были такие уставшие. Они так устали. Ночью они съели, им все так понравилось. И мне сказали, какая ты молодец. Я думаю, Ольга Васильевна, если готовишь пироги, так надо их ночью угощать. Вот так, а вы переживали. А я переживала. Да что, все у меня с рук сошло. Давайте еще раз я поучу все-таки у вас. Вот как надо делать. Вот собрали. Вот мы залепили. Залепили, собрали пирог, залепили его. Так. И все. И ручками опять же. Тут самое главное, чтобы тесто же не прорвалось, да? Да, конечно. Да, это самое главное. Ну вот, пирог практически готов. Делаем посередине небольшое отверстие, чтобы выходил пар. Перекладываем осторожно на сухую разогретую сковороду и отправляем в печь. Температура должна быть не менее 200 градусов. А мы пока узнаем у нашей хозяюшки, как Василий встречает Новый год. У нас есть своя особенность. Вот именно наши традиционные три пирога должны на каждом празднике у нас быть и естественно, и на Новый год. Ну и вот точно так же вот ставят елку, подарки, да? Да, все это, да, все это вот как у всех, но наши традиционные три пирога-то как бы обязательно должны быть на столе. Не зависит от какого года, гусь там кто и на столе, да? Да. Скажите, Рита, а принято ли у вас на Новый год дарить подарки? Да, принято у нас. И как вы это делаете? Мы готовим самые любимые подарочки для своих деток, прячем их на ночь под елочку, а утром, когда детки просыпаются, бегут и ищут под елочкой подарочки. Мы им говорим, что Дед Мороз принес вам подарочки. Они в восторге, радуются детки. А вам Дед Мороз приносит подарочки? Приносит. Приносит? Хороший Дедушка Мороз у Риты дома живет, да? Да. Время пролетело незаметно. Вот и наши пироги уже готовы. Вытаскиваем их и пока не горячие, хорошенько смазываем их растопленным сливочным маслом. Какие некрасивые, румяные, а как пахнут. Рита, скажите, пожалуйста, а почему всегда три пирога на столе? Ну, я спеклю бы один и все. Нет, это по нашей традиции обязательно должно быть три пирога на столе. Почему? Потому что это означает у нас верхний пирог Бог, средний пирог Солнце и нижний пирог Земля. То есть, когда они все присутствуют на столе, это как бы гармония во Вселенной и все у человека хорошо. Да. Да. Понятно. Ну что, будем пробовать? Будем пробовать. Ну, пробуем. Пробуем. Давайте я покажу за вами, а бы за мной. Давайте. Да, посмотрим, насколько люди правильно говорят. Действительно, не обманулили. Пироги у нас получились. Пальчики оближешь. Рита, спасибо вам большое. Действительно, вкусные пироги. Но дело в том, что до Нового года осталось у нас совсем мало времени. И у вас есть возможность поздравить жителей Карачаева-Черкесии с наступающим Новым годом. Я желаю всем, жителям Карачаева-Черкесии, здоровья, счастья. Пусть все мечты исполнятся. И у вас тоже. Спасибо. Оля, спасибо большое за это замечательное знакомство. Знакомство с очаровательной женщиной, которая готовит такие прекрасные, вкусные, я так думаю, и очень ароматные осетинские пироги. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Друзья, я думаю, что уже в каждом доме стоит украшенная новогодняя елка. Но если вдруг вам еще предстоит это приятное мероприятие, то мы предлагаем вам сейчас посмотреть наш видеосюжет. И вы узнаете, какой подарок, сделанный своими руками, можно положить под елочку. Дом нашей героини более всего напоминает какую-то сказку. Повсюду картины, панно, витражи, разнообразные подделки, цветы. Волшебно, необыкновенно, красиво. Знакомьтесь, Марина Владимировна Губанова. Живет в Усть-Жигуте. По профессии учитель. В душе художник. Творческие задатки у Марины проявились с самого детства. Хотя в семье особыми талантами в области изящных искусств никто не обладал. В нашей семье отцов брат рисовал хорошо, дядь Коля. И как-то вот еще мама у меня сама учитель по профессии была в начальных классах. Ну все дети вначале играли в школу. Я собирала, естественно, аншлаги своей улицы детей. Естественно, кто был учитель? Я. Заправляла. И у меня как-то, я и не знала, что я буду учителя в рисовании. Получалось, вот больше портреты их не сажала, рисовала. И да, действительно, сходство было. Заметив ее способности, учителя включили Марину в состав школьной редколлегии. Оформление стенгазет, плакатов стало ее обязанностью. Но Марина не возражала, что может быть интереснее такой работы. Однако маленькая девочка понимала, что одними способностями ей не обойтись. И поступила в художественную школу. А потом, окончив худграф Карачаево-Черкесского государственного педагогического института, стала учителем. Но об этом позже. А пока вернемся ее в мастерскую, которая полна удивительных чудес. Здесь распустились ландыши и ромашки. Краснеют гроздья рябины. Красуются белые лебеди. Сдержанные строго смотрят иконы. Бережно вышитые бисером. С любовью и старанием сплетены все эти чудеса. А на полках расставлены красивейшие вазы. Сделаны из чего бы вы думали? Из старых бутылок. Многие друзья приносят интересные вещи. Бывают в поездках. Интересные формы. Бутылки, предметы. Какие-то нетрадиционные формы. Какие-то разделочные доски интересные. Вот смотришь, решаешь, что же сюда лучше пойдет. Декупаж, роспись или что-то другое. И так всегда. В голове нашей героини постоянно крутятся некие образы, идеи, которые обязательно нужно воплотить в жизнь. Бывает, что материал лежит на полочке долгое время, не идет в работу. А потом, в определенный момент, приходит озарение. Что именно из него может получиться? Придумала вот такой вот сувенир. Сказать, остаток ДВП. Муж вырезал шаблон. Без него никак. Часть работы он у меня выполняет. Дальше там шпаклевка идет, обычная строительная шпаклевка. Ну, грунтовка вначале, шпаклевка. И потом художественные средства. Вот эту крышу сделала. Обычная еловая шишка. Ножницами состригаешь. И потом сажаешь на клей. Ну, сейчас хорошо в магазинах вот эту мишуру. Все это можно купить. В данном случае получились вот такие вот украшения. Ну, приятно. Приходишь в дом к друзьям. А висит моя частичка. За что бы ни взялась наша мастерица, все у нее получается. Эта милая Аленушка очень похожа на младшую дочь. Написано маслом. Сложная работа. Под силу только мастера. Чудесная бабочка на лесной поляне. Батик. Последнее увлечение Марины Губановой. Изготовление цветов из лент и тканей в технике канзаши. А ведь никто ее этому не учил. Все осваивала сама. Потому что рукоделие для нее это вовсе не работа, а скорее отдых. Отвлекает от будней, проблем. Позволяет мечтать, фантазировать. Дает в полной мере раскрыться творческому потенциалу. Украшает жизнь. Успокаивает нервы. Не знаю, мне доставляет удовольствие. Я, честно, когда ухожу в творчество, забываюсь. Мне легче сконцентрироваться, что-то придумать, когда я занята за работой. Душа поет, да? Да, душа поет и желательно, чтобы меня не отвлекали. Рукоделие, приносящее радость и себе, и людям. Полезные навыки пригодились Марине в трудные времена повального дефицита, когда в стране была трудность с продуктами и с деньгами. Детских игрушек в продаже практически не было. А вот в Селе Губановых к новогоднему празднику был приготовлен самый лучший подарок. И вот наступил Новый год, а мы с сестрой, мы верили с ней в Деда Мороза. И верили, я вам скажу, очень долго. Вот благодаря тем же нашим родителям. И в ту ночь, когда мы ложились спать, мы еще с ней так обмолвились, у нас разница с ней в 5 лет. Я говорю, слушай, интересно, что принесет нам Дед Мороз? Она говорит, ну да, да, интересно. Я-то была постарше, думаю, интересно, но он правда что-то принесет. Везде как-то так, не особо дела идут. И вот утром, когда мы заглянули под елку, нас ждала вот эта чудесная подушка. И вот этой подушке уже очень много лет, да, она потрепана, но в ней столько радости, в ней столько слез, эта подушка видела столько. Вот, ну это на самом деле целая история. И она до сих пор жива. На этой подушке уже выспалось несколько поколений. Свой талант Марина Владимировна передала дочерям. Эти необычные маски – эксклюзивная разработка младшенькой Александры. Это поролон либо двухсантиметровый, либо сантиметровый. И аэрозольная краска в баллончиках. А глазки, язычок, уже такие мелкие детали рисуем, выкраиваем. Либо из бумаги, либо из фетра можно глазки делать. И все, в принципе, остальное – это умелость рук. Старшая дочь Марина Владимировна, Оксана, вся в маме. Избрала свой путь. Сегодня она управляющая банком. Хотя талантом тоже не обделена. Со вкусом украсила свой дом. По ночам работала. Однако в силу своей профессии, свободного времени у нее практически не бывает. Художественные способности дочери Софии развивает бабушка. Для обеих это настоящее счастье. Она красивая, хорошая. Она нам всегда дарит сладости. Когда она ходит на работу, она потом идет в магазин и приносит нам домой. Она говорит, что это зайчик приносит. Она нам приносит, чтобы мы радовались. На самом деле это не зайчик? А кто? Бабушка. Бабушка, да, сама? Ринат, ну ты, наверное, как все мужчины любишь футбол, да? Угу. А вот скажи, почему ты пошел, например, не с друзьями в футбол играешь, а к бабушке пришел? Тебе здесь интересно? Да, футбол интересный. И бабушка интересная. А что у бабушки интересного? Она готовит вкусные пирожки, орадики, пирожки с капустой. У тебя занятие было? Тебе интересно было? Угу. А что ты научился делать? Укру. Они что-то лепят, делали из соленого теста разные поделки, облепливали стаканы. То они начинают заниматься выпечкой, она приезжает домой, начинает судорожно меня трепать. Мама, ну когда же мы будем делать пиццу? Сегодня они сделали такую очаровательную куклу из ложки. Я бы не подумать не могла, что возможно все что-то подобное сотворить. Должна быть фантазия. Хочу передать навыки, которые нужны девочке для украшения своего дома, своего жилища. Дальше корни наши. Ведь все-таки наши старики раньше вышивкой занимались. И бабушки мои, и прабабушки занимались. Ну и как положено, чтобы женщина умела вышивать. А еще быть хранительницей очага. Что ж, дорогие друзья, утро пятницы на этом подошло к концу. Я напомню вам, что сегодня в прямом эфире в 17.15 на ваши вопросы будет отвечать глава Карачаева Черкесии Рашид Борисбеевич. Темрезов, я же прощаюсь с вами и желаю вам хорошего завершения и пятницы, и рабочей недели. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok